Маткульт, привет! Это выпуск, который называется новости октября. Мы, друзья мои, не любим слишком часто выпускать новости, а из-за этого они оказываются в огромном количестве, они кишат. Вот, очень много новостей накапливается за месяц всегда. Ну что ж, наберитесь терпения, запаситесь, как говорят, попкорном. Кто пьет, тот, соответственно, пивком, кто нет, тот чайком. И поехали! Новость номер один. К моим десяти афилиациям, а может уже и больше, не помню, добавилась еще одна. Я теперь называюсь советник руководителя проекта Школкова. Внимание, сюрприз! Меня позвал Макс Коваль. После того ролика он позвонил, говорит, слушай, ты, говорит, так вот, тебе нужно было, да, записывать этот ролик? Я говорю, ну да, на тот момент прям нужно было. Слушай, говорит, давай мы с тобой вот вместе будем в Школково. Ты будешь там ездить по городам, да, распространять информацию о нас. Тебе вообще нравится Школково или нет? Я говорю, ну как тебе сказать, я помню, как ты меня спас весной двадцатого года, коронавирусной весной, фактически, когда потерялась куча записей, и Сбербанк отпал с его семинарами. Это был очень серьезный источник дохода. И в этой ситуации Максим меня позвал и, в общем, очень сильно выручил. Вот. И он говорит, нет, это, говорит, плохая мотивация. Тебе просто нравится наш проект или нет? Я говорю, ну расскажи про него подробно. И он мне рассказал, он показал мне некий ролик, который я вот здесь внизу помещаю, и я понял следующее, что это, так сказать, это очень серьезные ребята, которые делают не только контент, как мы все в интернет, но у них есть еще обратная связь, которая проработана очень так как бы глубинно. То есть, если бы какой-нибудь Сбербанк так умел, нам бы было трудно бороться со Сберклассами и спрочем. Слава тебе, Господи, наши вот эти вот горе-цифровизаторы насильные, они не умеют так, как Макс. Вот. А к кому обратиться, они просто не знают. Вот. И еще одно обстоятельство, которое мне, меня склонило принять предложение Макса, заключается в том, что он сам себе хозяин. За ним не стоит никаких вот этих каких-то непонятных финансовых сил там из мирового правительства или из мировых банков или из корпораций, бог знает каких. То есть, сам сделал это все и сам принимает решение. Вот. Так что вот так. Теперь не удивляйтесь, если я приезжаю, говорю, что я советник руководителя Школкова, записывайтесь в Школково, будьте с нами и т.д. Новость номер два. Ролик с Колей Андреевым в его лаборатории популяризации математики набрал 2 миллиона просмотров. В общем, не буду как бы это самое даже преувеличивать. Фактически он был сляпан на коленке. То есть, он был там с плохим звуком, как-то так и сяк сделанный. И тем не менее, это супер, значит, с огромным отрывом. Он у нас идет на первом месте. Вот. И по этому поводу, конечно, надо что-нибудь еще с Колей снять. Надо про это подумать. Надо у Коли найти время свободное, у меня найти и что-нибудь такое сделать. Вот так. Так, а пока заглядывайте в этот ролик, да, и смотрите его все. Вот те, кто недавно на канале, пожалуйста, вот здесь он указан. А у нас, кстати, тоже скоро интересная дата будет на канале. В какой-то момент будет 179 тысяч 179 подписчиков. Поэтому даю задание, если кто отловит этот момент и сделает print screen и пришлет свой адрес. Сейчас, ну, короче, я книжечку подарю первому из вас. Я не знаю, если там куча народа так сделает, я, конечно, не смогу это отследить уже. Всем книжечки, наверное, подарить не получится. Но, в общем, первый, да, первый, кто пришлет мне на мой электронный адрес print screen, в котором будет 179 тысяч 179 подписчиков на нашем канале, получит книгу с дарственной надписью. Как передать, там придумаем. Ну, может, просто по почте пошлю. Так. Третья новость. У нас вышел супер коллапс с Мишей. С Мишенькой моим. Два Саватеевых у Володи Зубкова на Гарвард-Оксфорд. Может быть, я уже упоминал это месяц назад. Но дело в том, что тогда я упоминал, да не смотрел. А вот сейчас я посмотрел почти до конца. Там еще курица появляется в середине, за которой мы гонялись. В общем, это просто эпичный совершенно ролик. Обязательно все посмотрите его. Вот он тут. Четвертая новость. Мы с Даудом Казбековичем Мамием беседуем обо всем в Майкопе. Дауд Казбекович ректор Адыгейского государственного университета. А я там являюсь штатным сотрудником с трудовой книжкой. Вот. И даже могу сказать вам. Выма фиши. Нет. Выма фиши. Выма фиши. Ну, в общем, надеюсь, что один из разов получилось. Те, кто знают по-адыгски, те, значит, понимают меня. Так вот, смотрите все ролик. Ролик офигеннейший. А там всего там несколько сот просмотров. Это просто какой-то... Это так обидно. Давайте все посмотрят этот ролик. Прямо заходите и все смотрите. Мы поговорили, значит, это у Дауда Казбековича такая серия интервью таких с разными людьми. Вот. В общем, вот так. Всем смотреть. Всем. Пятое. Выступил в Твери. Буквально неделю назад. Меньше недели назад. С лекцией про Пи и Е. Жизнь двух констант. На этой лекции была премьера. Я впервые рассказывал доказательства иррациональности числа Пи. Которые я совершенно нагло позаимствовал у Бори Трушина с видеоканала. Мне очень понравилось доказательство. Я понял его на учетверенной скорости, естественно. Ну, четверенной скорости не бывает. Бывает удвоенная. Вот. А там я, соответственно, аккуратно его разобрал. У нас тоже это видео должно выйти. Но мы должны для этого дождаться того, как нам в Твери его, значит, завершат и вышлют. Скоро это произойдет. Так что ждите. На канале будет премьера. Вот такая вот. Там будет, естественно, реклама ихнего университета. И сайта, который я прямо сейчас рекламирую. Сайт, значит, Иошников Твери. Ой, как называется? Иошников? Айтишников, да? Ну, короче, вот. Которые компьютеры. Вот. Ребята, которые, собственно, меня и зовут всегда в Тверь. Вот сюда смотреть на их сайт. Вот такие дела. Это новость номер пять была. Новость номер шесть. Всероссийский съезд учителей математики и информатики. Вот здесь ссылка на Александра Владимировича Шевкина, который уже у нас был. Он написал у себя на Яндекс.Дзене про этот съезд. Наверное, я тоже попытаюсь туда написать, чтобы меня взяли с каким-нибудь докладиком, например, про 100 уроков математики или про маткульт-привет наш. Но я не знаю. Дело в том, что организаторы, они как бы из тех, как раз, как я понимаю, там, они близки к цифровизаторам образования. Поэтому не очевидно, что я буду приглашен. Впрочем, вполне возможно. Это пока непонятно. Я что хочу сказать. Очень много таких вот съездов, сходов, каких-то конференций, там какая-то болтология о том, как надо преподавать, методики там, то да сё. И всё это на фоне того, что зарплата учителя как была, ВОЗ как ныне, как был, так и ныне там. И учителя у нас столько убегают из школ, из всех. И уже как бы вроде все говорят, ну что ты всё это повторяешь? Мы уже к этому привыкли. Это так и всё. Так вот, я не понимаю, почему это должно быть так. И я считаю, что вот все эти конференции на самом деле не надо проводить, а надо просто взяться вместе, хором, и решить проблему учительства. А именно, многократно повысить зарплату учителям, избавить их от Рособорнадзора навсегда и дать полную свободу действий. Ну а потом, когда их станет много, ещё и запретить больше 18 часов в неделю. Тут я был у важных лиц, всё это сказал, они говорят, всё хорошо, Алексей Владимирович, вы на самом деле правы. Но если мы сегодня запретим брать нагрузку больше 18 часов в неделю, вы сами знаете, что произойдёт. Мы лишимся ещё двух третей учительских позиций, потому что они по три нагрузки на себя берут. Я говорю, вам не стыдно вот это говорить мне? Это кто до этого довёл-то? Не вы ли? Ну, типа, рынок до этого довёл. Рынок, оказывается, до этого довёл. Ну ладно, короче, я повторяю, значит, ещё раз. Всероссийский съезд учителей математики и информатики, это, конечно, хорошо. Но помните об учителях, помните об учителях. Карфаген должен быть разрушен, да, Карфаген должен быть разрушен. Учителя должны быть спасены, учителя должны быть спасены. Каждый раз буду это повторять. Новость номер семь. Выходит латинский разговорник. Вот, значит, друзья просили эту новость поместить. Вот здесь картинка его. Скоро будет в продаже в разных магазинах, в листве. И вроде даже Тёма Лебедев говорил, что у него он появится. Надо будет уточнить. Ну, в общем, седьмая новость, это про латинский разговорник. В ноябре уже появится ссылка, где можно будет прямо в интернете его покупать, наверное. Восьмая новость. Похвалюсь здесь. Но не за себя, а, как водится, за сына. Миша со своей командой занял второе место на МКОШП. Московская командная олимпиада школьников по программированию. Естественно, прошел на ВКОШП, на Всероссийскую. Но вот что важно. Первое место занял командой 179-й целиком. Второе место командой 179-й. Это его, Мишина, команда. И вообще из шести первых команд присутствие в каждой из них ученика из 179-й школы. Я к тому, что по информатике у нас абсолютная, тотальная, стопроцентная монополия. Одна школа мочит все остальные вместе взятые. Школа номер 179. Так, это я к тому, что Кондаков там что-то писал, какой-то рейтинг школы по результатам олимпиады математики. Мне жутко не понравился этот пост. Несмотря на то, что он, возможно, ну как бы правдивый. Но он касался только математики. И кроме того, некоторые из школ типа ЦПМ, они ровно на это и нацелены. Прям вот исключительно и ровно на это. И поэтому странно было бы, ну, удивляться, что они там где-то в первых рядах. Так что отвечая, да, по информатике у нас просто один лидер и все. Дальше все остальные. А это 6, 7, 8. Так, не умею считать. Да, 9. Девятая новость. На Экспоненте, где я тоже сотрудничаю с ними, записываю у них ролики по математике. Уже вышел весь Эйлер. И довольно большой отрезок Гаусса. Гаусса мы завершили, он тоже будет постепенно выходить. Следующим будет Лобачевский. Мы его будем записывать и выходить он будет, наверное, уже в 2022 году. Так или иначе, вот здесь ссылка на готовые ролики, на мой плейлист на Экспоненте. Вот, заходите и все смотрите. Тоже, чтобы было дофига просмотров там. Десятая новость. С 30 ноября по 2 декабря. Экономикон Агу. В Майкопе. Обязательно все имейте в виду, кто там недалеко, в различных городах. Обязательно на эти дни приезжайте к нам в Майкоп. Будет страшно интересно. Просто я это вот гарантирую вам. Это фактически байкальские чтения, перенесенные на Кавказ. Кавказские чтения. Помните, байкальские чтения я проводил все время. Вот. И МАСЭП. Это такое сцелитие из этих двух. Вот. Так что туда, там будет еще кроме наших, собственно, самого Экономикона. Будет Олимпиада Рост, которую проводит Деут Казбекович. Такая Олимпиада по экономике. И вебинар Генриха Пеникаса. Всероссийский вебинар по экономике. Такое много городов в него вовлечено. И вот он вживую будет из Майкопа в эти дни. Так что вот так вот эта новость была номер 10. 11 новость. С Михаилом Богдановым мы продолжаем стримы по образованию. Это называется Теневое министерство образования или Министерство образования в изгнании. Можно и так, и так называть. И у нас происходят стримы время от времени, где мы обсуждаем самые важные вопросы. Насущные и глобальные. Связанные со школой и с тем, что с ней происходит. По крайней мере, три прошло с тех пор. Вот здесь вот по ссылке все три. Может быть, одну из них я уже месяц назад показывал. Ну, неважно. Вот здесь смотрите. Так. Дальше новость номер 12. Красноярская летняя школа. Это мои друзья. Я туда очень много раз ездил. Вел занятия. И сейчас они просят просто ее пропиарить. Вот просто чисто по-человечески. Понимаете? Пропиарить. Вот. Так вот, я ее действительно... Я ее пиарю. Ну, тут такой длинный текст. Сибирская жемчужина дополнительного образования. Вот. Несмотря на все перипетии с ковидом, планирует свой очередной сезон. КЛШ уникальное место, где школьники не столько учат конкретные предметы. Ну, короче, дальше очень много. Суть в том, что обязательно вот сюда идите по ссылке. Там, регистрируйтесь, записывайтесь. И вперед на Красноярскую летнюю школу. Вот. Так. 11-12. 13. В Наука.Про вышел мой ролик про Пифагорову комнату. СМС сюда. 14. Уроки с 21 по 25. По 25 из цикла 100 уроков математики вышли на проекте «Дети и наука». Ищите ошибки в задачах. Уже один замечательный товарищ по имени Александр нашел парочку ошибок нам. За что ему огромное спасибо. Не помню фамилию, к сожалению. Но я надеюсь, что не обидится. А может, он вообще скромный и не хочет, чтобы фамилия указывалась. Вот. В общем, ищите ошибки. Обязательно присылайте мне, если видите ошибки. Потому что мы, к сожалению, часто их совершаем. Ну, а кто не совершает ошибки. И до конца года, напоминаю, еще 10 выйдет. То есть до 35 урока будет полностью с конспектными упражнениями. Если кто пройдет, это уже очень серьезное начальное введение в математику. Новость номер 15. Это интервью на канале «Спец». Причем, кажется, их уже два. Я точно не помню. Либо одно, либо два. Одно точно есть по ссылке. Если вы уйдете на ссылку вниз и увидите там две ссылки, значит, их на самом деле уже вышло два. Канал «Спец». Там есть такая серия красных каналов. «Гоблин», «Спец», «Аврора» и «Сталинград». Которые я с удовольствием посещаю, потому что там совершенно замечательные люди. Вот я как бы такой странный человек. Я имею свои взгляды, но я с удовольствием хожу к людям, у которых взгляды абсолютно противоположные моим. Что к либералам, что к коммунистам. Ко всем хожу. Главное, чтобы человек был вот хороший. Ты к нему приходишь, и тебе с ним хорошо. Сидишь и беседуешь. И если тебе вот хорошо с человеком беседовать, то какая нахрен разница, какие у него взгляды. Даже интересно, если они у него не твои. К слову, тут несколько дней назад попытался я позвать Александра Юрьевича Панчина тоже на беседу. У него вообще противоположные взгляды по всем пунктам. Я думаю, что буквально по всем пунктам жизненной повестки. Но что-то он отказался участвовать в этой беседе. А так интересно было бы прояснить. Может быть, у нас есть какие-то точки соприкосновения. Но вот мы его позвали, но он отказался. Ну, что поделать? Посмотрим. Может, еще кого позовем. Там есть еще несколько человек. Таких ярых просветителей атеистического толка. Вот, с которыми бы я с удовольствием поговорил. Вот, может, позовем и с кем-нибудь и поговорим. И новость номер 16. Мы продолжаем записывать серию роликов Леши и Мурат. Вот одна из серий здесь. Я, конечно, об этом уже говорил месяц назад. Но проблема вот в чем. Проблема в том, что записи, которые должны были быть в Майкопе, отложились. Мурат короновался там как раз в это время. И доктора сказали, что он еще заразный. И несмотря на то, что я переболел, и мне похрен абсолютно, они там пожалели этих самых операторов. В общем. И поэтому съемки пока перенесли. Но потом я, значит, мы к этому вопросу обязательно вернемся. А пока смотрите вот эти. Очень прикольные. Я его учу математики, а он меня учит адыгскому языку. Вот, вот так. Это тоже там в Майкопе. Семнадцать. Кибердед. 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 Дважды мы с ним поговорили. Один вышел на мой канал, другой на его канал. Разговор одновременно и синхронно. Ну вот на мой, вы, естественно, и так видели. Это понятно. Но вдруг кто-то не видел, что на его канале тоже беседа со мной. Вот про массовое образование, про элитное образование. Ну, вообще про образование. Так что заходите к Кибердеду, подписывайтесь на него. Между прочим, просмотров у нас примерно одинаковое количество. Несмотря на то, что у меня в четыре раза больше подписчиков. Так вот, приходите все и подписывайтесь на его канал. Вот так вот. Так что я его пиарю. Мне он очень понравился. Отличный дядька. Семнадцать. Восемнадцать. Шпилькин. Значит, по поводу Шпилькина разгорелась страшно жаркая дискуссия. Хотя мне написали, мне очень много в комментариях к Ютьюбу. Но потом это было невозможно отслеживать. После полутора тысяч комментариев к ролику с фальсификацией выборов. Я уже, понятно, я не мог ничего нигде добыть. И когда мне писали, типа, я все вам оставил в комментарии. Я писал, присылайте в письме. Вот. И мне прислали очень много писем. Наверное, штук... Писем было штук двадцать пять в переписке. Если не тридцать. А людей, которые участвовали, где-то семь или восемь. Они разбились, понятно, на две партии. Одна партия говорила, что это прекрасная методика и очень хорошо выявляет фальсификации в России. Другая говорила, что если эту методику применить к целому ряду других стран, то там появятся те же самые огромные объемы фальсификаций. Но, возможно, в силу других причин. Не причин фальсификаций. А каких-то причин, например, что это существенно ненормальное распределение. Ему нельзя применять тельные критерии. И вот этот вот весь батл... Блин, я вот не понимаю. То есть два человека, один и вот другой. Оба сверхграмотные математики. И один другого, значит, настолько вот не понимает. Я не буду их называть обоих по именам. Что просто не хотят вообще. Ну, как бы один... Ну, каждый друг другого просто фактически обвиняет в чем-то. А, по-моему, здесь суть в философском некотором разночтении мира. То есть это проблема сущностная. Шпилькин провел отличное исследование. Ему огромное спасибо еще раз Сергею за то, что он пришел. Значит, именно вкупе с пониманием, где и как проходят фальсификации. И как они выглядят. И в целом как бы с портретом российского избирателя. Эти данные о многом говорят. Но не так, как математики надежны, там, с гарантией. А говорят, ну, так, как в экономике. Вот когда мы какой-то эффект в экономике исследуем. Там есть существенная составляющая такая жизненная. А есть составляющая, связанная с математическим моделированием. Одно без другого вообще не работает, ну, никак. Поэтому, так сказать, не правы не те, не эти. Сергей совершенно отлично. Не могу сказать, что Сергей не прав, потому что он в этой дискуссии не участвует. Сергей прав. Он собрал шикарный набор данных. И, там, сделал предположения, там, в определенных местах. Вывел из них выводы. Все. К Сергею никаких вопросов нет. Я вот эту дискуссию хочу закрыть, что, на самом деле, чтобы сделать выводы про Россию, надо понимать не только эти цифры, но и специфику России, которую я отлично знаю, участвую в выборах, да? А чтобы сделать выводы, там, сколько фальсификаций было в Англии или в Америке, для этого нужно жить там и понимать, что там происходило. То есть, какая часть вот того, что при Трампе это вот фальсификация, какая часть это сегрегация, тут я просто не берусь сказать. Это как бы пусть сами американцы и разбираются с этим. Или те, кому это там жутко интересно. Вот. Так что на этом я хочу, на самом деле, вот эту дискуссию закрыть. То есть, нет предмета спора. Неправильные тут споры друг с другом, а предмета спора на самом деле нет. И Сергею еще раз огромное спасибо. Девятнадцать. В память о Виктории Леонидовне Крепс, которую я хорошо знал, она в этом году умерла, учреждена ежегодная премия по теории игр, мат экономики и смежным дисциплинам. Вот. Аспиранты, молодые ученые, размер 200 тысяч рублей, заявки до 31 декабря принимаются этого года. Подробности все вот здесь. Это питерцы мои родные, меня попросили пропиарить, что я с удовольствием и делаю. Так что подавайте на премию и побеждайте. Ну а двадцатая, последняя новость, состоит в том, что хоть коронавирус и гуляет опять по планете или там по России, но наша жизнь, она продолжается коллаб за коллабом. Значит, в течение этой недели там будет чуть не 10 разных записей в разных местах. Потом я поеду, значит, в Челябинск, там будет на летней школе буду выступать. На летней? Наверное, все-таки не очень летней, да? Ну, в общем, да, да, в Екатеринбурге запишем интервью на знакком. Дальше у меня будет Калининград. В Калининграде я выступаю в Ицае и в, ну, тоже там в детском лагере. Вот Ицае, это будет открытая лекция. 8 ноября открыта лекция в Калининграде. Так как новости, вот я сейчас об этом говорю, а следующие новости будут только в конце ноября, то, пожалуйста, следите за нашими новостями на других наших местах. То есть в ВК, в сообществах Ютьюба, в Фейсбуке, конечно, напишу. То есть следите, чтобы узнать и прийти в Калининград в 19.00. Лекция называется «Знаменитые нерешенные проблемы школьной математики». Да, конечно, Баян, но в Калининграде такой лекции еще не было. Кроме того, может быть, я немножко... Проблем-то много, я же могу и эти указать, и эти, и те. Тогда это будет 3-4 варианта совершенно разных лекций с одним и тем же названием. Вот, Калининград. Значит, дальше пока ничего. А, там будет, значит, 9-го числа ноября будет в Москве в каком-то музее. Тоже следите за сообщениями, если вот в Москве не отменят, если Собянин не отменят. Вот, 9-го музея и 18-го в другом музее тоже в Москве будет. Так, 10-го, 11-го что-то будет. Так, 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 так. Короче, 15-го и 16-го Тюмени-Салихард. Опять же, если там не будет какого-то шухера, пока все взято, все в планах. Тюмень 15-го ноября, Салихард 16-го ноября. Салихард, понимаете, впервые в жизни полечу в Салихард из Тюмени. Так, дальше чего у нас идет? Дальше, значит, идет, так, Сочи это Сиевиос. И потом, да, потом Экономикон, потом еще что-то будет в декабре. В общем, на этом я завершаю этот выпуск новостей. Надеюсь, что я вас не задолбал. Вот. Так что следите. Скоро у нас очень много интересного будет на канале. И в этом состоит наша, например, 21-я новость для того, чтобы было очко, да? Очко новостей. Не 20 новостей, а прям 21. Маткульт, привет! Продолжение следует...